Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Кабанк может перейти Сбербанку. Самое опасное, я считаю, что это просто смена управления. Я не думаю, что сеть Вяткабанка, она уйдет с рынка, будет закрыта в угоду монопольного какого-нибудь там, в том числе Сбербанка. Это неинтересно. Деньги любят тишину на самом деле. И на мой взгляд, для Сбербанка сейчас задача этот актив оставить живым, работающим. А с точки зрения вкладчиков, тут ведь вопрос просто системы. Собственник сменился, но система, структура, она работает. Давайте подсидим, посмотрим Сбербанк с точки зрения владения. Достаточно интересный игрок. Это не какое-то там непонятное физическое лицо, номинальный держатель. Я думаю, что он им распорядится достаточно аккуратно. Шевелев отметил, что сделка носит политическую окраску. Вопрос экономики в данном случае вторичен. Программа Экономика. Завод Молот Оружия запускает новую продукцию. Предприятие начнет выпуск карабинов «Егерь». Они считаются оружейной классикой для ценителей охоты и предназначены для добычи среднего и крупного зверя. Впервые карабин был представлен публике на московской международной выставке «Армс энд Хантинг-2016». Завод Молот Оружия сейчас производит 26 видов нарезного оружия, 16 видов гладкоствольного, 15 видов списанного учебного и охолощенного оружия. Экономика. На 101 ФМ. В Лузе открывают новый деревообрабатывающий завод. Инвестором проекта выступила компания «Хольцхаус». Торжественное открытие состоится 20 апреля, сообщает Акиров. Предприятие займется производством пиломатериалов и готовых домов из клееного бруса. Там появится порядка 200 новых рабочих мест. Экономика. К другим новостям. Мелкие фермеры не могут получить льготные кредиты. Об этом в беседе с бизнес-новостями заявил фермер из Богородского района Павел Кутявин. По его словам, предпринимателям рассказывают о льготных кредитах под 5% годовых. Однако банки по разным причинам отказываются их выдавать. Требуют залог по 200% поручителей или предлагают взять сумму больше, чем требуется. Получить инвестиционный кредит могут только крупные предприятия, убежден фермер. Кировчане рассчитывают вернуть из бюджета более миллиарда рублей. Это сумма НДФЛ к возврату. Она посчитана по декларациям, которые кировчане представили в налоговую службу к 1 апреля. Заявлено миллиард 120 миллионов рублей. Это на 17,5 миллионов или на 2% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Доплатить кировчане должны 55 миллионов. Сумма выросла в полтора раза. Срок подачи документов истекает 2 мая. В налоговой пройдут дни открытых дверей. Налогоплательщиков и физлиц ждут в Кировской инспекции на Азии на 59. Специалисты расскажут, кому необходимо представить декларацию по налогу на доходы физических лиц и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами налоговой службы. Каждый посетитель сможет узнать о наличии или отсутствии у него задолженности по НДФЛ, заполнить и подать налоговую декларацию при наличии необходимых сведений и документов. Сегодня инспекция работает с 8 утра до 8 вечера, в субботу с 10 до 15. Экономика на 101 АФМ. Напоследок несколько цифр на 23 миллиона рублей подешевел Абсолют Агро. Настолько снизилась цена имущества холдинга из-за отсутствия покупателей на торгах. 45 тысяч рублей составил долг по выплате пособия по уходу за ребенком, за которого на гендиректора Демьяновских мануфактур завели дело. Седьмой форум предпринимательства на Вятке пройдет в Кирове этой весной. И о валютах. Доллар на сегодня 56,60, евро 60 рублей 29 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове.